Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас мукбанг! Я приготовила такой завтрак, как обычно я завтракаю, но не совсем обычно, как круто я завтракаю. В общем, здесь у меня мои любимые яичницы с помидорками, болгарский перец красный, здесь круассанчики, маринованные помидорчики купила себе, вот такие малепусенькие. Барни, колбаска моя любимая. Давайте приступим. Я буду кушать без хлеба, вообще я часто ем без хлеба. Не могу сказать, что прям обожаю хлеб, могу и без него. В общем, сегодня мы должны увидеться с моим парнем. Дело в том, что скоро 14 февраля, а сегодня только, по-моему, второе, но с конца января мой парень мне говорит, выбери себе что-то на 14 февраля. Обычно я реально где-то месяц ищу, думаю, что я хочу, чего я не хочу. В общем, вот эти вот поиски подарка мне всегда занимают где-то дней 20 точно. А тут так получилось, что я нашла то, что я хочу. Как вы думаете, что это? Я говорила, по-моему, в прошлом видео, да? Если вы смотрели прошлое видео, то вы в курсе. Это золотой браслетик с такими сердечками, очень красивые. Я хочу его. Просто единственный момент. Я хочу, чтобы он в магазине пошел действительно с линейкой и измерил, сколько он сантиметров. Потому что мне больше 18 не нужно. А этот браслет в единственном размере. Вообще в Азербайджане меня это жутко раздражает. Ювелирные изделия делаются огромных размеров. Зачем? Вот зачем? Почему нету 15-16 размера колец? Нигде нет. Это все надо переделывать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто у меня из подписчиц тоже носит 15 размер. Ладно, 16. Везде мне говорят, что это надо отдавать ювелиру, чтобы он переделывал. В санлайте просто ставишь фильтр и выбираешь украшения, которые тебе нравятся. Это мне очень нравится в санлайте. Но, к сожалению, сейчас из Саратова никто не приезжает сюда. Поэтому не могу ничего там выбрать. Приходится вот здесь покупать. В общем, я, получается, выбрала браслетик, который он мне купит. Я вчера так подумала. Он мне, значит, дарит браслет. А что буду дарить я? Или он мне сейчас подарит, а я, получается, 14-го? Как-то нет, не то. Я решила, раз он пораньше дарит, то я тоже буду дарить пораньше. Я сходила вчера. Я на сайте выбрала кошелек от Zara. Пошла в магазин и посмотрела. Мне он совершенно не понравился. Как-то очень дешево выглядел. Не знаю, только у нас в Азербайджане так или везде. Я помню, когда я на первом курсе училась, вещи в Zara стоили очень бюджетно. Действительно, как масс-маркет. А сейчас такие цены там. Поэтому все у нас заказывают через Турцию. Например, здесь мерят, что-то что-то понравилось. И берут, заказывают из Турции. А в Турции это все копейки стоит. Даже учитывая доставку и все эти моменты, все равно получается раза в три дешевле. У нас вообще родственники, знакомые, все, кто едут в Турцию. Едут просто как гол, как сокол. И все покупают там. Потому что там очень дешево. Чисто на шопинг. Ну, в общем. Я ходила по магазинам. Думала, что купить, что купить. Сложно что-то подобрать. И я решила взять парфюм. Вообще, мужские ароматы я очень люблю. Мне нравится, когда этот мужчина прям пахнет каким-то классным ароматом. Мне, например, очень нравится Трусарди. Мне очень нравится этот черненький Трусарди. Не знаю, как он правильно называется. Просто Трусарди, по-моему, называется. И еще мне очень нравился Пакарабана Инвиктус. Я решила взять его. Хороший аромат. Такой, знаете, мужской. Кто слушал аромат, обязательно пишите в комментариях. Я сразу решила взять сотку. В общем, аромат хороший. Мне он нравится. Уверена, что ему тоже понравится. Он заценит. Вкусно, конечно. Я просто обожаю помидоры в вишнице. Это получается невероятно вкусно просто. Причем у меня мама раньше готовила так. Она как бы измельчала помидоры до состояния пюре, а потом все это обжаривала, и получалась какая-то каша. А я люблю прям, когда кусочки помидоров, и ты кушаешь, прям чувствуешь. Колбаска с сервелат. В общем, сегодня мы как бы встретимся, я думаю, отметим 14 февраля. Прикиньте, 2 февраля отмечаем 14 февраля. Просто мне кажется, как-то тупо. Он мне будет дарить подарок, а я ему ничего не буду дарить. Я ему подарю через, например, 10 дней. Как-то не то. Я подумала, раз так получилось, ничего, подарю я тоже пораньше. М-м-м. М-м-м. Вообще, столько людей в молоах пускают только по QR-коду и говорят, не знаю, ходят слухи, не знаю, насколько правда или нет. Напишите, пожалуйста, у вас тоже так или нет. У нас, в общем, будут делать еще третью дозу вакцины. Но с первой дозы должно пройти полгода, а у меня полгода не прошло. И получается, 15 февраля уже не будут никуда пускать. Но с другой стороны, знаете, что я думаю? Я больше не работаю, поэтому в бизнес-центр мне не нужно. Я могу, в принципе, обойтись и без третьей вакцины. Мне не трудно сделать. Я не боюсь вакцин абсолютно. Я наоборот считаю, что наверное, это как-то помогает. Я склонна верить медицине. У меня нет такой, знаете, прям отрицания, что вакцины не нужны. Это все зло. Я в этом не разбираюсь. Скажу честно, все мое окружение сделала. Все. Поэтому как-то я спокойно к этому отношусь. Единственное, что меня раздражает, это когда ты идешь делать вакцину, ты стоишь там в очереди, ждешь толпа людей, все толкаются, тратишь 3-4 часа своего времени. Мне это раздражает. Если бы это все цивильно дома могли бы сделать, я бы спокойно сделала. Обожаю круассанчики. В три супермаркета сходила, чтобы их найти. обычно везде они продаются. Это круассаны 7 days. Давайте я вам покажу. Наверное, они везде есть. Вот такие вот. Я их просто обожаю. Я взяла большую упаковочку. Супер. так вот, так как на работу не надо, я могу в принципе эту вакцину не делать. В ресторанах тоже сначала требовали QR-код, потом как-то привыкли. все забыли про это. Если через день не будет, пойду делать. Кстати, насчет работы. Иногда я сижу и прям жалею о том, что ушла с работы. Я знаю, что вы мне писали, что не уходи и так далее. Я все это прекрасно знаю, но я, конечно же, сделала так, как я считаю нужным. Колбаска вредная, но она такая вкусная. Многие задают вопросы про машину. Что там насчет машины, когда будешь покупать и так далее. На самом деле я не передумала покупать машину. Просто я не хочу больше ничего говорить. Уже следующие мои комментарии по поводу машины будут внутри уже сидя в машине. То есть, наверное, летом я возьму машину. То есть, все в процессе, все хорошо. Просто не хочу много об этом говорить. Когда куплю, вы уже увидите. Когда я уходила с основной своей работы, я уже накопила на машину. То есть, у меня была цель купить квартиру, купить машину и уйти с работы. Я так и сделала. То есть, я не купила машину, я просто накопила на нее. Но уйдя с работы, я поняла, что столько я не заработаю здесь, в Ютьюбе. Я, конечно, каждый месяц откладываю, но это мизерные цифры. опять же, я не жалуюсь ни в коем случае. Спасибо Ютьюбу, мы здесь зарабатываем деньги. Это, конечно, очень круто. Вот, но чтобы прям накопить на квартиру, все-таки нужна основная работа, причем высокооплачиваемая. Например, чтобы с денег Ютьюба, например, проживать, а деньги, которые ты зарабатываешь на работе, и их, например, полностью откладывать. Вот при таком раскладе очень легко можно все сделать. Вообще, надо думать, чтобы у тебя было несколько источников заработка. Пусть даже мелких, там, сдаешь квартиру, получаешь какие-то 20 тысяч рублей, ну, к примеру, да, все равно это тоже деньги. В общем, как-то так. На этом все, мои хорошие. Я наелась, было безумно вкусно. Круассанчики здесь остались. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.